Дезонород И Redfall И каждая игра становилась копиркой Дезонород Но с меньшим бюджетом И если в Deathloop я еще могу играть То к Redfall я даже притрагиваться не хочу А разработчики XCOM выкатили продолжение в виде Химия Раскват Надо сказать, это тот еще плевок в лицо фанатов Я заметил, что я такой не один И многие стали подмечать, что игры стали какими-то бездушными Не так давно я познакомился с серией Devil May Cry И начал свое знакомство с пятой части Игра мне показалась добротной, но сюжета я слегка не понял Поэтому мной было принято решение начать проходить все части, начиная с самой первой И какая же первая часть сложная? Нет, тебя не убивают с одного выстрела Сложность тут в другом Куда мне идти? Я не отрицаю, что это у меня проблемы с головой Но мне приходилось гуглить летсплея Чтобы понять, куда идут люди Игра никак не показывала тебе, куда идти Никак от слова совсем Примерно с такой же особенностью я столкнулся при прохождении самой первой Metal Gear То есть 1987 года Ни карты, ни отметок Ничего подобного Кодзима мне здесь не принес Только большое здание с запутанными коридорами И какими-то подсказками от персонажей, которые говорят, куда тебе идти Но вот как туда попасть? Вопрос хороший Чтобы найти необходимый предмет для прохождения той или иной локации Мне тоже приходилось гуглить видосы, куда нужно идти Конечно, уже во второй части стало намного легче играть Тут и карта появилась Да и локации стали более красивыми и запоминающиеся И если что, для справки Моей первой игрой из серии Metal Gear стал Metal Gear Solid V Где тебе и карту дадут, и пальцем покажут Да и 10 расскажут, в каком направлении идти Естественно, эти игры в принципе не могут быть сравнимы Однако перед тем, как мы продолжим нашу тему Небольшая минутка продажности Граната! Давайте я вам расскажу немного про Amazing Online Безграничный мир России встает прямо перед тобой Ты можешь работать, добывая секретные ресурсы на шахте Или командовать целой армией, будучи генералом Может быть, ты хочешь стать сотрудником ДПС или просто полицейским? Ты можешь подняться в казино и стать самым влиятельным бизнесменом сервера Интуитивно понятный интерфейс, удобный и простой инвентарь персонажа Нестандартные работы для новичков Супер детализированная система номеров с выбором региона И это всего лишь очень малая часть того, что у нас есть Играй, знакомься, областвуй, покупай, обменивайся, тюнингуй, совершенствуй Заглядывайте в описание или отсканируйте QR-код на экране Вас ждет секретный подарок До встречи на Amazing! Вопрос, почему же ориентация игрока на локациях стала понятней Является достаточно очевидным От банального удобства фанатов До адаптации подмассового потребителя По этой же причине, сама сложность стала не неотъемлемой частью игры А целым отдельным жанром И в крайнем случае, выбираемой настройкой И открою вам тайну Почти во всех случаях разработчики хотят Чтобы вы играли на повышенной сложности Ну вот вы хоть раз видели, чтобы на самой минимальной сложности стояла фраза Рекомендована разработчиками Нет, обычно все хотят, чтобы игрок немного, а порой много пострадал Для чего же это делается? Разработчики такие садисты, что хотят заставить игрока пройти 9 кругов ада? Но я не исключаю, что есть и садисты, которые хотят просто подзлить игрока Дело в том, что преодоление сложностей дает мотивацию играть Да, убивать всех одним выстрелом весело и первое время увлекает Но интересно ли это? Конечно же нет Наш мозг просто не получает дофамина от этого А если мы не получим гормон удовольствия То мы играть-то особо не захотим Как говорил Альфред Хичкок Всегда заставляйте своего зрителя мучиться как можно сильнее Этот стадо применимо и к играм Многие из нас не любят хардкорные игры А поэтому их просто бросали со словами Да ну нафиг, чё так сложно? Однако вы пробовали себя пересилить И есть шанс того, что вы влюбитесь в эту игру больше остальных Преодоление большой преграды или трудности в игре Да сам такое количество дофамина Что рано или поздно вам захочется ещё Естественно, я не говорю за всех И многие просто хотят отдохнуть после учёбы, универа или работы Отсюда и выходит намерение облегчить игры Геймеров, которые готовы сутками сидеть за игрой В разы меньше, чем работающих Разработчики и издатели это заметили И стали вводить разделение сложности Правда из этого вытекла новая проблема Добавление сложности стало небольшим трендом среди геймдева И его добавляли там где надо И там где не надо Лично я не люблю максимальную сложность в большинстве игр Так как она просто не имеет никакого баланса Что зачастую делают разработчики добавляя повышенную сложность Увеличим получение урона игроку Увеличим здоровье NPC и всё И это, как по мне, просто лишний способ разбить клавиатуру Пример правильной настройки сложности это игра Метро 2033 Повышение сложности которой меняет игровой процесс полностью Если при низкой у вас есть куча лута, патронов, аптечек И вы, как в шутерах, разносите всех направо и налево, тратя патроны впустую То на максимальной сложности, даже при большом желании, вы не сможете действовать так нагло Увеличение лута, повышение цен Банально не хватит столько патронов Поэтому придётся играть по-тихому Филигранно убивая каждого Также, как пример игр с хорошей сложностью, могу привести игры, которые мне подсказали мои товарищи Амнезия, которая при включении хардкора, отключает автосохранение Уменьшает точки с маслом на уровнях Монстров делает быстрее Они будут наносить более серьёзный урон и быстрее замечать игрока Кроме того, снижение уровня вменяемости героя до нуля автоматически приведёт к смерти Хитман Абсолюшн Включение последней сложности убирает весь худ А враги видят главного героя за 3 километра и безжалостно убивают Счёт идёт на миллисекунды Успеваешь? Тебя очень долго ищут и вполне вероятно, рано или поздно найдут Но если ты не смог уложиться в тайминг Ласково просим Пожаловать на рестарт карты Разработчики же хотят, чтобы игроки закончили игру до конца и получили experience Никто не хочет, чтобы игрок кинул мышку в монитор из-за непроходимого уровня Но разработчики помнят и олдовых геймеров Тех, кто готов был пробежать всю игровую карту туда и обратно Те, кто кромсает боссов обычной палкой Те самые мазохист... Эээ... простите Те самые ценители не воспринимают сложность в играх Им нужно испытание силы и воли А поэтому это привело к появлению отдельного жанра игр Где разработчикам плевать хотелось на ваши мольбы Жанр, где все состоит из невыносимых уровней и ненормальных боссов Которые разорвут тебя в клочья Я думаю, вы поняли, о каком жанре идет речь Souls-like игры Их ненавидят и любят одновременно Однако ждем мамкиных хардкорщиков в комментах, которые заспидоранили Dark Souls с первого раза и даже не вспотели Такой жанр тоже нашел свое место на рынке Однако сейчас переживает не самое лучшее время Но возвращаясь к играм и их казуальности, может показаться, что это все идет только на пользу Игры становятся более массовыми и так далее Но эти облегчения порой становятся чем-то абсурдным Все заценили новый Alan Wake 2 Если коротко, есть одна механика, где тебе нужно выстраивать детективную доску Звучит круто, да? Поиграть в детектива всегда бывает чем-то интересным Но есть одна гигантская проблема Эта игра без возможности ошибиться Если ты соединишь не те карточки, тебе просто скажут, что это неверно И все То есть я могу просто перебирать их и все равно разгадаю, потому что эта игра сама приведет меня за ручку Это сделано, чтобы не дай бог не перенапрячь мозги мамкиных детективов А то они расстроятся, скажут, что игра говно и не принесут разработчикам деньги своих родителей Как антипод приведу сцену из старой игры Heavy Rain Сейчас будут спойлеры, если вы не хотите испортить себе впечатление от игры, перементайте на следующий эпизод Спойлерная сцена через 3, 2, 1 У одного из героев, агента Джейдена, задача найти убийцу Почти в самом конце, если вы все внимательно собирали У вас есть все улики, чтобы понять кто убийца И вот вам дается около 5 минут, чтобы самому понять Ясное дело, что игра также будет вам помогать Но знаете, чем вы расплатитесь за свою долгую сообразительность? По истечению времени, ваш персонаж умрет Насовсем, игра не даст вам шанс, чтобы попробовать заново Как еще один пример, серия игр Far Cry Если вторая часть была хардкорным выживанием То последующие игры это казуальные шутерки Но даже они умудряются в упрощение В третьей части Far Cry было собирательство Хочешь кошелек повместительней? Иди и ищи, где обитает однорогий буйвол и снимай с него шкуру Нужна большая медицинская сумка? Дуй в леса искать черную пантеру В пятой же части ты все тупо прокачиваешь за очки или деньги У меня вопрос А извините, зачем вам такая гигантская карта? Какой смысл от собирательства, если я вон рыбу наловлю и куплю все, что мне надо? Смысл от отлучения карты уменьшается с каждой частью А размер самой карты продолжает расти Тем не менее, какими бы сложными или легкими ни были игры Сюжет в них дает прикурить порой даже больше Помните, как строился лор в старых играх? Давайте вспомним одну из популярных игр, которую запускали уже где только можно Doom Сюжет Дума Появились демоны, иди и убей их А Doom Eternal Демоны опять появились, иди и убей их А почему они появились? А зачем они появились? А кто такой Думгай? А зачем Думгай? И куча таких вопросов, на которые игрок может получить ответ, если начнет изучать лор Да, мы знаем, что сюжетные игры были и раньше, когда существовали динозавры Нет, не эти Но можно ли сегодня представить хоть одну игру без какого-то лора? На сегодняшний день получилось так, что игрокам априори интереснее следить за персонажами, которые, по сути, чувствуют, проявляют эмоции, реагируют, а также живут в интересном мире, который развивается и переживает какие-то события Погружение игрока в мир игры стало одной из целью игры Разработчики могут не особо париться и добавить сюжет чисто для галочки А бывают такие гиганты, что раскидают лор по всем мелким уголкам, а на добавку выпустят книгу или сериал Ко всему этому, сам сюжет может быть невероятно запутанным, что без дополнительного учебника по квантовой физике вы не разберетесь Хороший пример развития игрового лора — это Лига Легенд Боже упаси, Лига Легенд, да, она самая Да, я ей грешу, но это видео не про мое раскаяние А уж то что, а вот лор Лола — реально важный момент Персонажи в игре отличаются не только какими-то геймплейными особенностями, но и своей историей Есть отдельная библиотека, где можно изучить какие-то события, биографии персонажей Блин, даже есть отдельная карта, где можно изучить государства и их обитателей Лол вырос от обычных синематиков до полноценного сериала, который раскрыл многие элементы сюжета И да, Лига Легенд — не единственный случай Возьмем не самый очевидный пример — Team Fortress 2 Игра, которую любили сравнивать с Overwatch, а когда вторая часть вышла в Steam, мемом не было предела Однако все мы знаем, что творение Blizzard наделено сюжетом и интересной историей Но может ли детище Valve что-то сопоставить этому? На первый взгляд это те самые игры, где сюжета не было вовсе Это просто крутые мужики с пушками, которые месят друг друга направо и налево И поначалу это действительно было так Важно понимать, что первая часть Team Fortress была модификацией для игры Quake После чего была выпущена как модификация для Half-Life И лишь в 2007 году стала отдельной игрой С 1996 года до 2013 игра была простым шутером Но в 2013 году Valve стали выпускать первые комиксы Они стали раскрывать историю мира, биографию и характера персонажей Последний комикс вышел в 2017 году И он запомнился фанатом как очень печальный финал с клиффхенгером А зачем нам знать историю мира? Это же просто шутер, чтобы скрасить вечер И ответ достаточно прост Во-первых, лор придает игре глубину и эмоциональную составляющую Он позволяет игрокам более глубоко погрузиться в игровой мир Создает атмосферу и уникальность Сюжетные элементы могут захватывать воображение И вызвать интерес к истории персонажей и мира игры Во-вторых, сюжет помогает удержать игроков А главное, удерживать их заинтересованность игровой вселенной на протяжении длительного времени Игры с хорошо разработанным сюжетом Могут предложить игрокам непрерывное развитие и эволюцию истории Что делает игровой процесс более увлекательным и захватывающим Наконец-третьих, добавление сюжета в игры является одним из способов маркетинга Ведь по таким играм можно создавать фильмы, сериалы, комиксы И банально просто другие игры, которые, к слову, будут вообще в другом жанре Как пример, ранее упомянутая Лига Легенд Лично я не фанат оригинальной серии Такой жанр меня просто не привлекает Но история... Я с большим удовольствием смотрел Аркейн А также жду игру Song of Noon Игра по вселенной Лиги Легенд Riot Forge это вообще хороший пример, как однажды придуманная вселенная Может порождать кучу другого контента Затронули лор в играх мы не просто так Сейчас история мира дает ответы на многие вопросы, которые могли возникнуть у геймеров Но раньше этот самый сюжет приходилось придумывать самому Да, многие что тогда, что сейчас скажут Я захожу в игры, чтобы играть, а не чтобы изучать сюжет Хватит лить воду и иди потрогай траву душнила Ну как бы да, душнила, и что вы мне сделаете? Однако давайте подведем все вышесказанное в единое целое и ответим на вопрос Стали ли игры более казуальными? На первый взгляд упрощение ориентировки игрока в пространстве Разделение сложностей, добавление сюжета Всегда пойдут игре на пользу Но у этого есть обратная сторона Разнообразие пропало Крупные разработчики перестали экспериментировать Конечно, зачем пытаться сделать что-то необычное, если можно сделать сиквел или ремейк Это стало большой проблемой В какую игру ты бы не поиграл, всегда складывается ощущение, что ты это уже видел Отсюда и выходит игровая импотенция Когда желание играть есть, но банально ни во что не хочется Небольшим спасением могут быть инди-игры, которые пытаются дать игроку нечто новое, необычное Где разработчик не идет по шаблонной схеме ААА игр Однако и это не панацея Многие игры оказываются незамеченными Либо застревают в раннем доступе до десятилетия Так стали ли игры казуальными? Ответ никого не удивит Но да, стали Игры из развлечения для малого круга геймеров Стали массовой культурой на уровне фильмов От этого в индустрии стало вертеться много денег Сейчас игры это уже неотъемлемая часть общества Они есть на все возможные устройства на любой вкус и цвет Но упор стал на финансовую выгоду Конечно, есть исключения в виде инди-проектов Но на то это и исключение Почему же так произошло? По большей части потому, что компаниям выгодно делать игры В которые смогут играть все Для больших продаж И для этого они могут как вкладывать дополнительные деньги Так и наоборот сокращать их К большому сожалению, игры стали не только казуальными Но и скучными, однотипными, дорогими, разочаровывающими Неоптимизированными и банально менее инновационными Однако, среди всего этого я стараюсь отыскать то, что дает реальные эмоции Игры, которые умирают из-за своей непопулярности и преподнести их к вам Мы уже познакомили вас с Voices of the Void и Little Company И поверьте, мы и дальше будем искать игры, которые приносят удовольствие и показывать их вам